Возле этого прекрасного домика ютится маленький китайский ресторан, куда мы не попали в прошлый раз, но я надеюсь, попадем сейчас. А тут на этот раз мало людей, и нам выделили крутейший столик с видом на дерево, на пальму. Прикольно. Все тут, а также из Барселоны единород прилетел. И меню. Называется заведение Мистер Вонг. Супы. Чанис. Все чанис. Вот. Ороз и паста. Ороз де ла тасса. Пиво тут 2,70. А вот вино. Тинто бланко. 2,50. На английском меню есть. Принесли китайскую воду. Акваминераль натураль. Как Нестлай значок. Рисовые чипсы. Лишка заказала на пробу баклажаны. Баклажаны на вид так себе. Мне кажется, тот ресторан не переплюнуть. Там, где мы были в прошлый раз. Вот такой вот рис. Надо попросить палочки. Палочки обязательно, чтобы кушать рис. А это принесли второй рис. Пробуй. Диана, такая большая порция. Не, это три делишес. Потому что каморды. Тот мистер ван. Прикольные. А это делишес. Диана заценила чипсы. Рис этот мистер ван очень крутой. Ммм. Тоже вкусный. Он попроще. Менее похож на китайский. Но вкусный реально. Вот что-то получился на 33,50. На мужской туалет. Совсем крошка. Какой маленький. Маленькая раковинка. Нет, все стоит кнопка. Нужно на это нажимать. А кто тут в окне? Кто тут в окне? Зайи мои в окне. Ну, расскажи, расскажи. Да все правду доложи. Как тебе заведение? Ветер? Вот, давай пройдемся. От ветра. Прямо вау-эффекта я не получила. На плажан. Мистер ванг. Баклажаны я тоже ожидала какие-то вкусные. Баклажаны стоят дороже, чем рис. При этом просто такие очень мягкие, очень тушеные. Хотя Насте очень понравились. Да, нам так себе без восторга. Ну, нормально. Наверное, в следующий раз мы в тот же, в прошлый пойдем. Хоть отзывы лучше здесь намного. Подожди, давай договорить, Настя. Из плюсов. Чистый туалет. Хороший. Ну, маленький очень. Это капец какой маленький. А, ну это мужской, женский большой, он для инвалидов оборудован. А, тогда ладно. Ну, мужской это капец. Ну, как бы чистый, аккуратный, это редкость на самом деле. Здесь в Испании, даже когда симпатично заведею, туалет может быть такой себе. Ну, я тоже, мне вот этот один только рис понравился супер. Ну, хорошо понравился. Второй тоже вкусный, но не скажу, что он прям супер-пупер. А в прошлом месте вы рис ели? В прошлом я ел рис, был восхитительный рис, просто изумительный. Вот, поэтому, если возвращаться, лучше все-таки туда, в первой заведении, там шире. Там уже все равно рис, но при этом он уже полноценно идет с мясом. Здесь, типа, ну, викс какой-то, маленькие кусочки иногда попадали с чего-то. Но они говорят, если хотите мясо, мясо отдельно заказывайте, блюдо какое-то. То есть там, на самом деле, получается, выгодные и вещали блюда. Да. Мы забыли поставить хорошую оценку, чтобы повысить себе едию. Поставим еще оценку там. И, ну, честно говоря, там рис мне был просто вау. И классно, что мы там разместились в большой компании, нас было много. Там весь этаж был наш, второй. Там, ну, просторы. Я как-то больше просторов люблю в ресторанах. И люблю тесниться. Ну, такие вот впечатления в этом заведении. Возвращаться мы сюда не будем. А туда вернемся. Леонардо да Винчи. Ну что, идем в логово к Леонардо да Винчи. Что же, что же, что же. А, здесь видео. Я понял. А я думал, тут механизмы какие-то. А здесь будут видео. На испанском. Сейчас он за тобой пойдет. Смотри. А нет, в другую сторону пошел. А нет, за тобой. Сейчас идет, идет, идет. И сейчас сверху на тебя. Смотри. 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 Как ты сĩн даешь, Леонардо да Винчи В общем, мы ничего не поняли, за заключением того, что можно теперь взаимодействовать с деталями. Вот для меня, каждый дожибательно. Нажмешь на красный, он красный начинает крутиться. И так можно по всем пройтись. Походить, покрутить забавно, конечно, все. У меня такой в детстве был. Но нельзя отсюда вынуть. Сама. Не можем справиться, нужно звонить товарищу майору. Рука не поднимается, товарищ майор. Сейчас мы кодовилка. Можем забрать домой. И вот это. Мы взломали вселенную. Что, кот? Кот любит. Причем этот кот? Они не двигаются. Логично. Ну и... Они не двигаются. Они двигаются. Они двигаются. сохранять, да. Ну, короче, прикольно. Ура! А первая, я не помню почему. А, стеклянная, да. О, новая, смотри, прикольно. Возвлечатель. А это что? Вот, смотри. Ну, а, просто не получилось. Вот что бумеранг? Это же дерево. Типа, ты думаешь, из дерева, типа? А, нет, вот это подходит сюда. Они летают. Логично. Горят, наверное, свеча. Нет, свеча. Ладно, вот этого много. Типа, логично. Все, они группы. Типа, это современные, наверное. Это цвета. Эволюция, типа, да. Вот мы одновременно сделали, ты поспешил, ведь теперь не знаем, в чем я. Вы должны сравнивать детали и сделать. Выше, 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 выше. Вот так. Похоже. Ой, почти. Еее. Ну, ты поставила первый раз, было нормально. А, ну, выпирается. Да, да, да. Тут непонятно еще. Ничего. О, это вообще вот тут. Ого. Оп. Оле. Оле, да, 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 она здесь. Молодец. Как? А тут Каваев. Запоминай, запоминай. Сначала смотришь на картину, а потом указываешь, где что было. Какие горы там были на картине, ты помнишь? Нет. Ну, мы не внимательны. Нажимай сюда. Правильно. Ура, Настя. Сегодня была внимательна во всем, кроме этого. Вот я не был. Овечка без глоста. Не было там овечки, был кролик. Была овечка. Это овечка вообще была? Была, на руках у него. По-моему, все с хвостом. Йоу. Ну, такая вот интересная игрушка. Ромашки, ромашки, черные ромашки. Более, это пла... О, какой был. Ну, это, вот это было. Это было. По-моему, вот это. Знаете, что... Ты же там пыталась. Ты же там пыталась. Молодец. Поэтому я и запомнила его. Четыре. Корректо. Молодец. Все, выбирали. You've done it. Красный. Ну, красный? Ну, красный. Цвет. Нужно вот этот. А, стоп. Это точно один. Вот этот. Нет. Да, а красный, да. Коумс. Антон, как в той игре логика. Логика. Нет, крутилка. Вот же крутилка, да? Родник Фрэнк. Да? Типа гвоздь, там пластинки. Шарп царапает. Элбо шейп. Нет, вот это, юла, типа. Сиркл. Вращается. Все, тара, молодец. Велик. Старт, педаль, да? Нажимаем, и он потянется. Нет? Change. Как раз вышли, потемнело уже. Как тебе? Ну, прикольно. Я сначала думала, мы так и будем просто сниматься на телеке. Да, да. Потом открылся занавес. Секретный портал. Там оказалось. Нам хватило времени, да? На все? Ну, да. А сейчас мы идем в Катюшу, заберем зарядное устройство. Мне позвонили и сказали, что его нашли. Так что очень хорошо. Через неделю заберем. Ну, ничего. К макбуку. Еще купим пельмешки и сметанку. Дианка принесла заколки и просит ей одевать. И бежит к зеркалу смотреть. А я еще говорю, иди покажись маме какая-то красивая. Она побежала не к маме, а к зеркалу. Девочка-девочка. Еще очень. Дианка любит порядки. Да? Любишь порядки на воде? И показывает. На голову надо. Вози. И просит ей постоянно включать музыку, чтобы танцевала. Нравится ей музыка. Обычно включаем. А ну-ка, summer music. Ко мне на ручки. Ну что, добрый вечер всем. У нас сегодня Саймон, кот Саймон. Художник из меня так себе, но по-моему, основную суть передал. Не знаю, какие напланетяне его таки забрали. Наши друзья были на Азорах. Тоже на чайной плантации, на фабрике. Привезли нам такой чаек. Пекун. И обычно с этих фабрик чаи действительно очень вкусные. Мы когда были на Шри-Ланке, тоже были на чайной. Я вспоминала только, что как раз на Шри-Ланке самый вкусный. Да. И там тоже купили. Ну, видели, как чай собирают. Потом на фабрику поехали. Посмотрели, как его сушат, фасуют. И вкусный. Просто вспоминаем каждый раз. А еще, Оля, вчера в Моргадоне купила красочки. Можно и съесть. Сейчас, чай, крас. Я себе тарелочку приготовил специальную. У меня чудо глины, зеленые гречки и пшена. Здесь зеленая гречка, пшено, банан. Кусочек масла. Да, жарится без масла. На сковороде, смотрите, какие. Сплошное здоровье. Олечку у нас по здоровью. А я по вредной еде. Заварили в чашке. У нас нету чайничка специального. Ну, такое. Так, такое. Я добавляю мед. И тогда он вообще... Наверное, он все-таки не рассчитан, чтобы добавляли мед. Ну, Завя попробует сейчас. Если лимончик, еще может быть лучше. Привык просто на соках к кокейского чая? Не, вкус немножко другой. Интересный. Ну, это вкус настоящего черного чая. Ну, да. Пикоя, похоже на то, что в Швиланке был. Мы там покупали, какой-то Оранж Пикоя назывался. Просто хороший чай. Я психанул и купил тоже. Смейки и пищанка. Икру? Да. У нее? Ух ты. Огурчики теща Оля. Ну, не знаю, мне она понравилась. Кита. Сушеные яблоки открывали. Это 20 евро, Саша. Если столько денег потратили. Да, потратили до фига денег. У нас по-другому не получают. Купил один хлеб, потом пошел купить свежий хлеб нашел. Хочешь, ты что делаешь? Ага. А я делаю. Кричай, его сквозь, по-моему. Мы клейки. Сделали? Да? Надо зарядить. Мы клейки. А еще мне чуть не вручили ковер. Там тупо стоял ковер. Такой большой. Это ваше, заплатите за него. Я заплатил. А потом она, ой, стойте, это кажется нет. Фамилию перепутала. Там тоже наша была фамилия, поэтому хотели вручить ковер. Спасибо. Что ты? Что ты, малыш? Куда ты лезешь? В общем, мне объединили две посылки в одну. Я думаю, что это мне тяжело нести. В принципе, нормально все. Да? Еще один единорог пришел. Да? И ты единорог. По очереди так. Привет. Малыши. К дегустации готовы. Я купил два багета, не знал, какой вкуснее. Обязал на выбор. И этот, который мягче, оказался вкуснее. С ним и сделаем. Такая вот икра. Вроде на вид очень вкусная. И крупная, и меньшая жидкость. Есть 18-70 евро. Дофига, конечно. Но за неимением здесь икры. В принципе, то только славянские магазины и вручают. Это кита. Кавьяр. Неплохая фирма. Будем пробовать. Я про нее слышал, про эту фирму. Ну, крупненький. Вот. И эта же. Фирма Кавьяр. Крупинки большие и коренькие. Ну, попробуем. Я просто не мог не купить. Олечка так всегда ее ждет и любит. Я решил взять, попробовать. Очень неприятное послевкусие. Да ладно. Может на хлебе будет по-другому. Знаешь, тины или канализации? Тины. Одно с другим очень пересекается. Ну, поскольку с икрой у нас не сложилась такая себе. И главное, мы в Киеве только нашли более-менее нормальную икру. И все, и уехали. А тут днем с огнем не сыщешь. Кстати, мы испанцам икорочку тоже привезли. Настоящую, такую, как надо. А вот сырочек, грана-падана, это беспроигрышный вариант. Он всегда крутой. Порезали, будем кушать. Плюс утка, хамон де пато. Мы в Гудвайне, в принципе, брали утку. Была вкусная, посмотрим, как местная. Утка. Ну, вот тут-ка крутая. Ну, не пахая. И оливок. Барселона. О, как мы съездили круто в Барселону. Смотрите видео, уже были. А мы ищем оливки. Ну, давай вот эти новые, которые я купил в Лупе. Может быть интересные. Кстати, очень неплохие оливочки. Ну да. Здесь есть для них специальные шпажки. Вот такие. Но мы не просто будем есть, нам под это нужно. Фильм. Мы смотрели, миссию невыполнимую. Новую, прикольную, первую часть. Смотрели Форсаж, тоже неплохой фильм. Десятый уже, по счету. Тоже будет продолжать. Короче, все будет в продолжениях. Ждем. А сегодня мы, не знаю, что-нибудь посмотрим. Просто потому что мы также смотрели фильм «Черный ящик». Посмотрите тоже. Я, по-моему, уже рекомендовал. Если нет, посмотрите. Неплохой фильм про авиакатастрофы. Катастрофы. Феномен. Начали смотреть фильм. Но, я думаю, надо что-то другое. Такой старый, стравол там. Ну, в принципе, хороший. Но сегодня хочется что-нибудь веселого, озорного. Комедию какую-нибудь. Не знаю. Сейчас нужно смотреть. Вы можете оставить свой список комедий, которые стоит посмотреть. Может, мы не видели. С удовольствием приобщимся. Что еще? Не знаю, короче. Будем мы искать. Программа. Фризант. Сладкое венцо. Вердехо фризанты. А фильм называется «Дурные деньги». Это так. Столи. Новый. В 2023 году.